Самый простой. Начинает с азов. Сооружает эйфелеву башню из веревки и двух дисков. Ловкость его рук и картинка начинает движение, превращая объемное изображение в трюк. Это йоинг. Мне нравится, когда у меня это получается. Нравится в принципе соперничество какое-то. Но мне не хватает скорости и слаженности трюков. Йо-йо. Необычный клич, всего лишь название. Игрушки с древней историей, которую теперь пытаются превратить в спортивный старят. В свободном стиле их йо-йо совершает свободный полет. В координации вращательных движений соревнуются любители необычной игрушки. Профи пока нет. Йо-йо-мания еще не охватила Саратов. Регионы только начинают развиваться в этом направлении. Сейчас сильно развиты в Москве и в Санкт-Петербурге. То есть на протяжении уже пяти лет там проходят соревнования. И также не только уровни Москвы и Петербурга, но и всероссийские. Ну тоже не особо много, но там больше участвуют уже профессионалы, поэтому такое число. Если взять любителей, конечно, эта цифра может быть и 100, и 150 человек. Натянуть нить до упора и совершить удачную посадку. Дисков на веревку. Имя это жюри оценивает в первую очередь. Очень важна моторика. Движение рук очень важное. Ну и координация. То есть у человека должна быть довольно-таки хорошей. Но в принципе ее само по себе оно развивает это все. Увидел, купил и победил эту игрушку. Вячеслав Калантаев учился по видеоурокам в интернете. Полтора года и он сам дает мастер-классы на сцене. У меня много кто спрашивает, почему ты это не бросаешь, как тебе не набредать. Ну нравится просто. Не знаю. Когда делаешь новый трюк, можешь показать его другим. Когда все смотрят и удивляются. Побеждает тот, кто ловко обращается с этим снарядом. В условиях невесомости. Не только повторяют трюки, но и выдумывают свои собственные. Этот получил название в стринге. А этот собачка. Рассмешить за несколько секунд тоже входит в задачу спортсменов-любителей. После обязательных элементов – фристайл. Вольнее всего попадать на веревку и делать трюки в точности, как делают профессионалы. Я не очень доволен, потому что я разволновался и много трюков не получилось. У меня выступление было спланировано, но многое. Я просто забыла и ничего не смог сделать. Преодолевая гравитацию, поднимают вверх не только диски, но и настроение. Два часа в день, несколько месяцев подряд. И они овладевают искусством йо-йо. Искусством, которое пока остается за пределами массового зрителя.